Доброе утро! Обязательно, потому что наш организм это как двигатель, то есть мы должны его запустить плавно, все процессы, а не встать и начать сразу работать, да? Выпили стакан воды, затем делаем разминку. Так, какая разминка? Начинается все сверху, по 10 раз в каждую сторону, в одну сторону, во вторую, спокойно, плавно мы просыпаемся. Затем плечи, также 10 раз в одну, 10 в другую, все плавненько разминаем, да. Сколько времени нужно определять, к какому изранку? Ну, где-то 10 минут, я думаю, будет достаточно. И мы будем подерывать? Да, да. Мы разгоним кровь по организму и проснемся. Потом делаем поясничку. Все плавно, мы еще спим, организм еще спит. Поэтому аккуратненько, каждую сторону по 10 раз, да. Затем мы начинаем делать растяжку, такую легкую. То есть для начала нужно просто потянуться вверх, сделать вдох и на выдох вот так через стороны, да, опустить руки. И так сделать несколько раз. То есть вытягиваемся прям хорошо, вверх вдох, выдох, вдох, выдох, хорошо. Затем тянем немножко плечи, да, рука ровная, выравниваем в локте, да. Потянули в одну сторону, потянули в другую сторону, растянули в сторону, во вторую, хорошо. Потом наклонились вниз, да, расслабились, встали, выдох, вдох, выдох. Тоже так раз в пять делаем. А рывками можно? Нет, рывками нельзя, потому что у нас все эластично. Резина не растянется, да, если мы ее будем дергать. Поэтому мы должны плавно опуститься, расслабиться и подняться. Обязательно дышим. Не сдох, вверх, выдох. После того, как мы размялись, мы можем начинать делать какие-то упражнения. То есть что можно сделать дома? Вот мы уже кровь разогнали, да. Можно поотжиматься. Отжиматься... Я люблю она вправо. Да. Отжиматься не обязательно стоять вот на, например, на ровных ногах. Можем это сделать на коленях. То есть мы становимся на колени, принимаем упор лежа, таз внизу, опускаемся вниз, делаем вдох, на выдох, встаем. Обязательно вниз вдох, вверх выдох. То есть выдох мы делаем на усилии всегда. То есть если она сможет раз повторить, она спробует. Я думаю, что сможет. Таз внизу, спинка ровная. Вот руки где-то вот так, да. Вот так, так. Да. Таз вниз опускаем. Да. И поехали. Вниз вдох, вверх выдох. Раз. Да, с непривычки это тяжело. Сделаем раз пять. Выдох, дышим обязательно. Вдох, выдох. Еще два раза. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Хорошо. Ух ты. Ну пять раз получилось. Отлично. Так. Вот так надо сделать, ну подхода три. По пять раз. Да. Все, вот это мы сделали. Далее мы еще больше проснулись, да. Переходим, например, к приседаниям. Да, основное то, что на наши ноги, на ягодице, это приседания. Особенно, когда уже тепло прийдем, хочется сукнів деться. Ну, да, да. Немножко подтянуть, да. Немножко. Так, с приседаниями и вообще в любых упражнениях самое главное это техника. Да. Вот мы становимся ноги на ширине плеч. Носочки немножко в сторону, чуть шире ноги. Ага, шире. Да. Запоминаем, колено всегда уходит туда, куда смотрят носки. То есть не должно быть такого, что колени уходят вперед. Вот такой темы не должно быть, да. Грудь вперед, попа немножко назад. Становимся. Становимся. Делаем вдох. Отводим таз назад и опускаемся. И колени сходим. На выдох встаем, да. Больше таз назад отводим. И на пяточки упор. И встаем с выдохом. Да. Вниз вдох. И ртом выдох. Хорошо. Коленки в сторону уходят. Выдох. Да. Не должно быть у вас такого, когда вы присаживаетесь вниз, что вас клонит вперед. Вот так. Ага. Такой темы не должно быть. Должно быть таз уходит максимально назад, грудь вперед, спина ровная. У нас пишет идея вага на пятки. Да. То есть мы делаем усилия и переносим вес тела на пятки. Чтобы максимально включить ягодицы и ноги. Потому что когда мы начинаем работать с носков, у нас идет нагрузка на колени. А это плохо уже для составов и для всего. Да. Для тех людей, кто не может так приседать. Есть люди, у которых слабая спина. Или там не позволяют анатомические особенности делать. Мы берем пуфик. Ну или какой-то табурет. Да. Ага. Становимся перед ним. Так же само. Просто отводим таз назад, садимся. Вот видите, прямой угол. Спинка ровная. И встаем. Садимся. И встаем. Выдохнем всегда. Это можно делать на диване, там рядом. То есть... А все равно, какой высоты будет? Чи я? Ну, лучше, наверное, повыше для начала. Потому что нас же смотрят люди, которые этого, наверное, не делали до сих пор. Поэтому лучше немножко повыше. Но зато потом будет легче делать без опора. А потом мы уже будем профрессивны. Приседатый, как я. Только назад больше. Ага, все. Вот, хорошо. Сейчас было хорошо. Надо следить за техникой. Так, дальше, если мы говорим тоже о ногах, да, потому что, ну, в основном для девушек, особенно, это нижняя часть тела нужно тренировать. Это выпады. То есть, есть разные разновидности. Но мы покажем сейчас на месте. Становимся. Ноги не на одной линии, не на одной линии. Пошире. А, шерсть все? Да. И вот вы поставили сейчас на одной линии, видите? Ага. Я сейчас, я сейчас становлюсь, вот. Немножко в сторону, да. Задняя нога еще в сторону. Еще в сторону. Да. Таз ровно. Угу. Делаем вдох. Опускаемся вниз. Да. И на выдох встаем. Самое главное, это вот задним коленом тянуться вниз. Чтобы не было, опять же, вот этого наклона вперед, да. То есть, мы опускаемся вниз. Рыбни. Да. И встаем с пяточки. И колено полностью не выравниваем. Ага. Вниз опускаемся, вдох. Я просто может стойно широко? Не-не-не, это так кажется, это не сильно широко. Выдох. Да. Вот надо пошире стать немножко. Да. Опускаемся вниз, вдох. Вверх, выдох. Да. Вниз вдох. Вверх, выдох. Выдох. Всегда дышим. Дыхание не задерживаем. Да. Стараемся немножко таз назад уводить. Еще не назад? Опускаемся, да, да. Опускаемся вниз. Во, хорошо. И выдох. Да. Пора с 10 на каждую ногу. Для начала будет отлично. Так, совсем не ищу траву. Да, меняем. Сразу таз развернули. Угу. Поставим. Да. И вниз. Вдох. Выдох. Хорошо. Вверх можно чуть быстрее. Вниз плавно. Выдох. Обязательно дыхание. Да. Ну, мы сделаем сейчас по 5, наверное, да? 5. Хорошо. Ноги уже чуть-чуть почувствовали, да? Так, теперь... Я відчуваю. Теперь, что можно сделать на ягодицы? Да, девочки все хотят подтянуть ягодицы. Ага. Самое такое простое упражнение... Это проблема все таки хочет. Да. Самое простое упражнение это... Что можно сделать дома? Мы становимся вот в такую позицию. Ага. Берем и поднимаем ногу вверх. Как будто пяткой стараемся выжать потолок. Опускаем вниз. Вдох. Вверх. Выдох. Ага. Вдох. Выдох. Это уже не такое тяжелое упражнение, как, например, приседания или выпады, да? А я, до речи, бачила такую вправу, но мне кажется, что она неэффективна, что она ничего не допоможет. Нет, она поможет. Любое упражнение как-то помогает. Ну, она так-то легкая, и бывает, что носок идет вверх. Мне надо пятку. Самое главное это техника. Я стою. Если делать неправильно, то понятное дело, что ничего не поможет. Так. Ось так. Да, спина ровная. Сильно не нужно выгибаться. Акцент у нас идет, акцент идет на то, что движение в тазу происходит. Да. То есть мы ягодицы и поднимаем вверх. Вот, нога согнута. Опускаем в тазу и поднимаем вверх. И стараемся все это сделать с помощью ягодицы. И вверх, вниз полностью колено не опускаем, оно не должно касаться. Оп, вверх. А, вот так. Да, и плавно. И стараемся сделать это все с помощью ягодицы. Вдох. Выдох. Да, не бросаем. Вниз. Обверх. Да. Вниз. Обверх. И плавное движение. Да. Делаем по 20 раз на каждую ногу. Я уже рано все лечула. Все с вами я за сегодня. Так. Да, теперь на вторую ногу. Так. Пяткой в потолок. Когда мы делаем упражнение на одну сторону, потом на вторую, ощущения немножко разные. Потому что кажется, что что-то не так, у нас что-то мы кривые. Но это нормально. На самом деле все хорошо. Вдох. Выдох. Колено не опускаем полностью. Выдох. Обязательно дыхание. Да. И концентрируемся на той мышце, которая сейчас у нас работает. Да. Вот мы сейчас должны толкать ягодицы. Мы толкаем ягодицы. Так, я думаю, досить. А глядачей может повторювати больше. Да. По разу 20, я думаю, сделать. А это с ранку можно делать? Чи протягом дня? Это можно вообще каждый день делать. То есть утром сделать после разминки. Если есть время, если нету, то когда есть время сделать. А взагалі, вот в день я слышала, что важно тренироваться о 2-й године або о 5-й. Это все правда? Да, это организм просто наиболее приспособлен к нагрузкам в это время. То есть у нас свеченно-студистая система уже полностью активировалась, проснулась и вот в 2-х, с 2-х до 5-ти, да, это хорошее время для тренировки. То есть с ранку мы разминаемось, прокидаемось, а уже откуда-то Да, утром можно встать, разминочку сделать, порастягиваться, может поприседать немножко и все. Но вообще, вообще, если у вас не хватает времени, да, если вы не можете в 2-х, это нужно делать, ну, когда есть время. А сколько нужно тренироваться, вот в месяц, 2-тижни, через на маршрутке или там на такси, а просто пройтись. Такая средняя интенсивность может чуть быстрее, да, это уже дает свои плоды. Вот вы начнете ходить час в день, уже увидите изменения. Добавите упражнения какие-то, да, уже немножко где-то подтянется. Ну, а если питание скорректирует, то вообще будет хорошо. Взагалі будет супер. То есть что, друзья, ходим, не ездим на маршрутках, ведемо здоровый образ жизни, занимаемся с ранку, прокидаемось, потом занимаемся и будете идеальны. Нагадую, что до нашей студии сегодня заведовал Олександр Мунтян, майстер спорта Украины с бодибилдингом, персональный тренер, диетолог, показал, как заниматься с ранку, как заниматься протягом тижня и взагалі протягом месяца, чтобы ваше тело было идеально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова